В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Очередная встреча жителей с медиками прошла в историко-культурном центре. Встречи однозначно очень полезны. Хотелось бы, чтобы еще и побольше людей приходило. В центральной библиотеке в Видном продолжается ремонт. Я связываю книги дольше всех, потому что это невозможно. Казалось бы, что я здесь не видела, но как? Начинаешь листать. В библиотеках муниципалитета проходит фестиваль «Смотр эко-библиофейс». Я отношусь к экологии очень хорошо, я соблюдаю все правила. В историко-культурном центре прошла очередная встреча руководителей медицинских учреждений Ленинского городского округа с населением. Обсудили множество важных тем. Жители могли задать интересующие вопросы. Такие встречи руководителей медицинских учреждений населения в муниципалитете проходят уже более полутора лет. Жители могут задать интересующие их вопросы, а также узнать о том, как развивается сфера здравоохранения в Ленинском городском округе. Уже в этом году порядка пяти объектов новых заявлено в новой застройке Ленинского городского округа. Это учреждения здравоохранения, и новый корпус стационара, и поликлинические подразделения, и здания для отделения обслуживания вызовов на дому, и ремонтная работа в амбулаторных и поликлинических сетях. Любовь Аркадьевна Сафронова старается не пропускать такие встречи с медиками. Особенно удобно то, что они проводятся в одно и то же время последний четверг месяца в 12 часов. Встречи однозначно очень полезные. Хотелось бы, чтобы еще и побольше людей приходило. Во-первых, получить какую-то новую информацию, потому что каждый раз какую-то информацию доводить. Даже те люди, которые присутствуют, они рассказывают о своих каких-то наболевших вопросах, иногда понимают, что да, меня ведь это тоже беспокоит. Заведующая консультативно-диагностическим центром Винновского перинатального центра Инна Скрипкина напомнила жителям, что при острых болях и любых тревожных симптомах женщины могут без записи попасть в день обращения к дежурному врачу учреждения. Вам нужно проверять доступность расписания в течение 10 рабочих дней ко всем практически и к изучению конкурентов, если вам нужно попасть в вашу помощь, в вашу помощь, в вашу помощь, в вашу помощь. Заместитель главного врача Подольского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Московской области Владимир Касьянов рассказал собравшимся, что все водоемы, находящиеся на территории Ленинского городского округа, непригодны для купания. А также сообщил о ситуации с укусами клещей. Пока еще вроде бы у нас санцеполитных клещей как таковых нету, но те заболевания, которые переносятся клещами, тоже достаточно неприятные, как Владилос, это, к сожалению, регистрируется. Также прозвучали вопросы о том, куда обращаться в случаях нашествия грызунов и змей, об этапах прохождения диспансеризации, о трудностях с записью к специалистам. Все обращения, полученные в ходе встречи, были взяты на контроль руководителями лечебных учреждений. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В центральной библиотеке города Видное уже почти два месяца продолжаются ремонтные работы. Помещения учреждения переоборудуют в соответствии со стандартами модельной библиотеки с зонированием пространства и новым интерактивным оборудованием. В процессе ремонта сотрудники библиотеки столкнулись с проблемой огромного книжного фонда. Ежедневно из зала зал приходится перемещать более 10 тысяч экземпляров. Как оказалось, с нелегким на подъем книжным фондом отлично справляется женский коллектив центральной библиотеки. Прекрасным дамам помогает только один сотрудник мужчина. Сейчас идет подготовка к ремонту читального зала и абонемента. Я связываю книги дольше всех, потому что это невозможно. Казалось бы, что я здесь не видела. Ну как вот? Начинаешь листать, начинаешь читать, начинаешь смотреть. Я замедляю процесс на самом деле ремонта. Но так нет, стараемся, чтобы было красиво, быстро. И готовы уже встречать читателей. Хотя еще не совсем, но мы готовы. В отремонтированных и переоборудованных залах библиотеки будут новые комфортные пространства для кружков и студий, а также уютные зоны, где можно досуг с пользой провести, к лекции или к урокам подготовиться и даже поработать. Мы выиграли конкурс модельной библиотеки. И нам выделили средства для того, чтобы мы сделали современное пространство. Что такое модельная библиотека? Это современное пространство, где не только красиво, уютно и удобно читателю, но и какие-то медиасредства, современные гаджеты и так далее. Часть помещений библиотеки уже преобразилась. Покрашены стены и заменены окна. Отремонтирован концертный зал, в котором проходят массовые мероприятия. Здесь у нас в этой зоне интерактивный пол. Вот это прекрасное устройство наверху. Здесь закачано порядка 40 игр. Здесь расстилается на полу такой, я не знаю, коврик. Как это назвать? Коврик, наверное. И здесь можно играть в какие-то игры подвижные. Книга-выдачу на некоторое время, скорее всего, закроют и оставят только прием. Стоит отметить, все мастер-классы и занятия сотрудники библиотеки стараются проводить регулярно, несмотря на неудобства, связанные с ремонтными работами. Сейчас мы немножечко ужали количество наших мероприятий. Значит, у нас идет читающая скамейка каждый четверг, но это на улице, в парках. Ну, дети уже знают, да, они приходят. Мастер-классы проходят здесь, в читальном зале. Но как только мы освоим читальный зал, наверное, мы все-таки переместимся в конференц-зал. После модернизации книжный фонд размером более чем 40 тысяч экземпляров пополнится еще большим количеством новой литературы. Открытие планируется на начало осени. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Летом в библиотеках Ленинского городского округа проходит фестиваль «Смотр-эко-библиофест». Учреждения представляют свои проекты, направленные на популяризацию экологичного образа жизни и сохранение окружающей среды. О том, какие мероприятия уже успели пройти и когда ожидается финал, расскажет Юлия Погасьян. В библиотеках Ленинского городского округа всегда уделяли внимание вопросам экологии и воспитанию в подрастающем поколении любви к матушке-земле. Сбор макулатуры, пластиковых крышечек, мастер-классы по изготовлению поделок из вторсырья, лекции, которые зачастую проходят в игровой форме. Работа ведется ежедневно. Чем раньше мы начнем детям прививать любовь к природе и к бережному отношению к окружающей среде, тем больше шансов вырастить новое поколение, которое будет действительно к этому относиться с умом. Экология – это такая, на мой взгляд, благодарная тема. И настолько много интересных форм работы, которые можно здесь применить, чтобы эту работу сделать наиболее интересной и привлекательной. Имея такой богатый опыт, два года назад сотрудникам Центральной библиотеки пришла идея организовать фестиваль «Смотр-эко-библиофест». По задумке, в течение лета каждое учреждение, а их на территории округа 15, проводит у себя различные мероприятия экологической направленности. К участию привлекаются школьные лагеря, детские сады и просто все желающие жители муниципалитета. Сотрудники нашей Центральной библиотеки проявили гениальную просто фантазию. И, используя книги, предназначенные для сдачи в макулатуру, сделали такую инсталляцию, фото-зону, в создании которой принимали участие посетители. И с рассказом о том, что вот эти старые книги дают рождение новым книгам. А, например, в Развилковской библиотеке, где экопраздник состоялся буквально на днях, мероприятие сделали в русском стиле. Ростовые куклы, аниматоры в народных костюмах. Особенно в восторге остались дети. С малых лет они знают, насколько важно сохранять природу. Были танцы, мне понравилось, там было весело. Для меня важна экология, беречь нашу природу, лес. Я отношусь к экологии очень хорошо, я соблюдаю все правила, и я никогда не загрязняю лес. С полной программой мероприятий «Экобиблиофеста» можно познакомиться на сайте библиотеки и в социальных сетях учреждения. Финал «Экобиблиофеста» состоится в сентябре. Масштабный праздник пройдет в Видном. Каждая библиотека Ленинского городского округа представит свой проект мероприятия, которое было летом. К участию приглашаются все жители муниципалитета. Юлия Багасьян, Кирилл Иванов. Видно этого. А теперь информация о погоде. До конца недели в Подмосковье будет дождливо. В четверг и пятницу ожидаются сильные ливни с грозами. Не теряйте бдительности на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не отвлекайтесь на телефон во время движения. Ожидайте транспорт на посадочных площадках и платформах. Переходите проезжую часть и железнодорожные пути по переходам, оценив ситуацию. Не закрывайте себе обзор на дорогу и пути капюшонами и зонтиками. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.